Паломники приехали почтить память той, что по сей день является образцом милосердия, добродетельности и веры Елизаветы Федоровны Романовой. В этом году крестный ход приурочен к 130-летию прихода Великой Княгини в православие и 130-летию назначения Великого Князя Сергея Александровича московским генерал-губернатором. Мы посвятили свой 10-й Елизаветинский крестный ход 130-летию присоединения Гессенской и Приренской принцессы Эллы, Гессендармштадтской, к православию. Это знаменательное событие произошло в Лазареву субботу 1891 года в церкви Рождества Христова Сергиевского дворца. Он называется дворец Белосельский-Белозерских. Иногда в Санкт-Петербурге его так чаще называют. Это решение было принято Елизаветой Федоровной по велению сердца. И у нее есть совершенно потрясающие слова. Она пишет о том, что когда она постигла веру православную, то ее привлекли не внешний блеск, красота, такое благолепие службы, сладкозвучность песнопений. Вовсе не это. Она увидела в православии самый короткий путь к спасению. Возглавил божественную литургию епископ Одинцовский и Красногорский Фома. После окончания литургии паломники отправляются к храму Ильи Пророка в село Ильинское, чтобы начать там свое торжественное шествие. Елизаветинский крестный ход идет по уникальному маршруту. Он объединяет два старинных села императорского имения – Ильинское и Усово. Именно здесь началось приобщение великой княгини к русской культуре и православным традициям. Участники идут мимо исторических зданий, в которых проводится реставрация и музеификация. Идут паломники целыми семьями. Что для вас значит сегодняшнее мероприятие? Прежде всего, это память святой преподобной мученицы Елизаветы Федоровны. И это, мне кажется, большая честь поучаствовать в этом крестном ходе. К тому же, что он такой необычный в плане того, что мост понтонный, который временно складывают специально для крестного хода. Поэтому это интересно и для детей интересно. Обязательная часть маршрута – переправа через Москву-реку на Плотах и понтонному мосту. Каждый год устанавливается такой мост специально для крестного хода. Во время переправы звучит Акафис преподобной мученицы великой княгини Елизавете Федоровне. Возле здания школы, основанной императрицей Марии Александровной, сделали остановку для чтения святого Евангелия. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, учавшие в листе вся и ликозаповедах вам, и ся с вами есть во все дни, до скончания века. Аминь. Несмотря на пасмурную погоду, колонна продолжает свое движение. Участвую первый раз, но очень нравится, очень душевно, очень благодатно. Ой, мы так рады, это так прекрасно, это так благолепно. Идем и радуемся. Идем, да, не нарадуемся просто. Тяжело эти? Нет, очень хорошо. Вы знаете, я просто душа моя переполнила любовью. Я молилась и говорила, Господи, дай хорошую погоду людям. Потому что люди очень-очень хотят пройти этот юбилейный, десятый крестный ход. И каждый хочет побыть и при солнышке, и при радости. И когда солнце появилось, отец Георгий, я говорю, отец Георгий, будет солнце? Потому что вы улыбнулись. И отец Георгий говорит, ну да, наверное, Машка. И точно выглянуло солнце в Ильинском. И поэтому у меня была уверенность, что Господь даст пройти. Завершился ход общей молитвой святым преподобным ученицам, великой княгине Елизавете Федоровне и крестовой сестре Варваре Спасского храма села Усова. У нас здесь всех стимеет святая мученица Елизавета. А честь ее и состоялся Екатеринский ход. Честь ее и устроена акция белой святой помощи всем тем больным, всем тем, которые нуждаются в помощи. А почему? Потому что святая мученица Елизавета была таким добрейшим человеком, на который мы взираем, пытаемся хотя бы честить ее доброты и людям в своем сердце возыметь. Гости и паломники смогли угоститься полевой кухней, а также принять участие в благотворительной акции «Белый цветок», которая впервые прошла в Подмосковье. Татьяна Мигдали, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».